Привет, друзья! С вами Леховский Сервис и сегодня я хочу сделать маленькую такую ремарочку по сноубордам и горным лыжам по их обработке. Если вы часто катаетесь, но не сильно часто порафините свою доску, то скользяк у нее будет быстрее изнашиваться, хуже ехать, легче получать повреждения в виде царапин и, соответственно, каталка удовольствия будет приносить меньше. После некоторой обработки, допустим, вы сдали доску в сервис, вам ее запарафинили, либо вы ее запарафинили самостоятельно, то есть горячим методом нанесли парафин, заплавили утюжком, сняли парафин, чистили от парафина полностью, заполировали. В любом случае, при катании, то есть 1-2 выезда и у вас вдоль канта начнет появляться вот такая вот седина. Седина, это говорит о том, что с поверхности сноуборда парафин уже сошел, со скользящей поверхности. Соответственно, после первого катания, ну на старых досках там уже много ворса, который с поверхности скользячки, то есть снег, он по сути дела, особенно когда искусственный снег, он по сути дела тоже абразив. И вот он с поверхности сдирает кусочки парафина, оставшиеся после обработки, и создает вот такие ворсинки. Так вот, вот эти ворсинки, они, в общем-то, очень фиговенько так скользят. Чтобы не повторять обработку часто, ну допустим, приехали в горы, и вам вот, ну не хочется кататься и не хочется каждый день обрабатывать. Как можно увеличить межсервисный интервал? Для этого вам потребуется обычная губка для мытья посуды. Ну, компания Свикс продает этот материал под названием Fibertex, это материал от 3M, но он продается в хозяйственных магазинах, это вот такая вот абразивная губка. На обычной губке с поролоновой для мытья посуды он тоже присутствует, тот такой же самый материал, но другая может быть жесткость. Кусочек там, не знаю, синтепона, флиса, либо другой вот полимерной мягкой ткани. Ну, в идеале, конечно, если вы производите обработку самостоятельно, то у вас должна быть нейлоновая щетка с тонким ворсом мягким. Вот, ну, говорю, подойдет флис или там синтепон, что угодно. Что делаем? Первое, это мы кладем доску носком вперед. Ну, у меня, я привык, что у меня перец справа будет, да, то есть я вот так, у меня вот такая стойка, и вот для того, чтобы легче было определить, где нос доски в сервисе у себя непосредственно, вот я наклеил наклейку с одной стороны яркую, которая отличается по цвету от остальной поверхности, да, чтобы легче было понять. То есть вот нос, носки у меня вот здесь. То есть вся обработка, все мои движения будут вестись от носка к пятке, только в одну сторону. Итак, берем тот самый фибертекс, ну, или губку для мытья посуды, у кого что под рукой, и вот эту седину, вот эту вот седину, проходим фибертексом для начала. Тем самым, вот этим фибертексом, мы, он, это такой абразивный материал, мягко абразивный материал, мы снимаем часть вот этих ворсинок и выдавливаем часть парафина, оставшегося в доске после обработки. Заметьте, седина уже исчезла, все, ее нету. И то же самое делаем здесь. То есть не надо волочь доску опять в сервис после первой же каталки. Ну, или не надо полностью, ну, тратить ваш парафин драгоценный. Он действительно хороший парафин, он драгоценный, можно сказать. Брикетик 60 грамм, порядка 500 рублей сейчас стоит простого базового. Ну, и заодно я всю доску сейчас просто причешу. Фибертекс идет, обработка, вся обработка всегда ведется от носка к пятке, ну, и желательно на полный проход. Это правило не касается досок для джибинга. Там вы ездите в разную сторону, у меня стойка прямая, вот здесь вот нос. Сейчас в обратную сторону я уже, ну, когда-то пытался научиться, но сейчас уже не езжу. То есть, все. Фибертексом просто прошел доску без нанесения парафина. Да, сойдет это вот то, что я сейчас сделал, оно сойдет намного быстрее, чем полноценная обработка. Но, если речь идет за, вот, допустим, вы где-то в горах или на горнолыжке катаетесь, и вам вот лень запариваться, неохота тратить лишние деньги. То есть, на денек вот такого варианта хватит. То есть, если у вас скользяк в хорошем состоянии, то хватит. Дальше берем либо вот синтепончик, кусочек, полируем. Также вместо синтепона можно применять вот обычный флиз. То же самое, полируем. Ну, и в идеале, если у вас есть мягкая нейлоновая щетка, то мягкой нейлоновой щеткой от носка к пятке на полный проход. Ну, компания Свикс рекомендует пять проходов от носка на пятке. То есть, я эти пять проходов делаю вдоль канта, самые нагруженные места. Потому что езжу не на плоском, на кантах, но и вообще, положено, лучше ездить на кантах. Вот, все. Вот эта мини-обработка завершена. Но еще что можно проверить, это состояние канта. Острый он или нет? Вот тут видно, что этот самый плексиглас, он очень хорошо срезает, то есть, кант еще очень острый. Ну, естественно, проверяем, осматриваем, нет ли каких-то там зарубин. Зарубины, да, конечно, надо перетачивать. А так, все, пять минут работы, и можно ехать опять на склон.